В Алматы в День защитника Отечества почтили память первого министра обороны Казахстана Сагадата Нурмагамбетова. Сегодня у дома, где он жил, собрались десятки людей, чтобы принять участие в торжественной церемонии возложения цветов. Это военнослужащие алматинского гарнизона, курсанты, ветераны вооруженных сил, участники афганской войны, боевых действий на территории других государств, а также дочь и внуки генерала армии. Отмечу, в этом году исполняется 100 лет со дня рождения казахстанского военачальника. Сагадат Нурмагамбетов был участником Великой Отечественной войны. За свой подвиг на фронте удостоен звания Герой Советского Союза. Генерал стоял у истоков создания вооруженных сил суверенного Казахстана. В 1994 году ему присвоили звание Халка Хармана с вручением золотой звезды номер один. Строгость, требовательность у него была не только к себе, к нам, как к семье и ко всем подчиненным. Он был крайне порядочен, честен. Для него слова, которые здесь написаны на доске «Долг, честь, отвага» – это действительно были те слова, с которыми он шел по жизни. Торжественная церемония, посвященная Дню Защитника Отечества, также прошла в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. После возложения цветов у вечного огня под звуки военного оркестра перед ветеранами армии, алматинцами и гостями города парадным строем прошли военнослужащие и курсанты военных вузов. Праздничные мероприятия в воинских частях Алматы начались накануне. На городских площадках организованы торжества и концерты. Наша казахстанская армия, она должна быть высокомобильная, хорошо оснащенная, профессиональная армия. Она может быть небольшой, но довольно-таки профессионально подготовленная. И закуп техники, и профессиональная подготовка, и подготовность личного состава, социальные вопросы наших военных служащих, то есть все вопросы на сегодняшний день, я считаю, что просматриваются и принимаются во внимание нашего государства. Продолжение следует...